5 октября в Казанском федеральном университете стартовала 10-я юбилейная международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». В рамках конференции запланированы лекции ведущих ученых Российской Федерации и Китайской Народной Республики по вопросам развития и взаимодействия России-Китая. Не случайно местом проведения конференции была выбрана Казань. Именно Казань является тем самым городом, откуда и начиналось, пошло развитие китайского ведения в России. И самая первая кафедра, которая поставила обучение китайского языка для студентов, это было именно в Казани. И лишь потом, в 19 веке, постепенно кафедра китайского, китайский разряд восточного факультета был переведен в Санкт-Петербург. И уже позднее, после революции, историю культуры Китая начали изучать в Москве. А истоки развития китайского ведения в России начинаются именно с Казани. Именно Казань является основой российского китайского ведения. Именно в Казани начались исследования и изучения истории Китая. Именно в Казани до сих пор у вас в Казанском университете сохранилась древняя китайская ксилография. Китай является одним из самых древних стран, поэтому необходимо изучать историю и культуру этой страны. Именно кафедра алтаистики и китайского ведения Казанского федерального университета уделяет большое внимание изучению истории Китая. Китайский ведение является приоритетным направлением развития для Казанского университета. В этом году кафедра китайской словесности отметила свой 180-летний юбилей. Благодаря деятельности Института международных отношений и истории востоковедения Казанский федеральный университет сегодня выступает не только ведущим научным центром в области китай-ведения, но и центром поиска решения проблем в сфере международных отношений. В рамках конференции в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялся круглый стол на тему 200 лет российскому востоковедению перспективы развития. Востоковедение – это наука такая непростая и дело непростое. Когда нам вручали государственную премию в Кремле, я такую мысль там проводил, что востоковедение – это государственная наука. Действительно, потому что исторически ее создавали кто? Дипломаты, шпионы, духовные лица. За все время конференции будет заслушано множество докладов. Исследователи обсудят актуальные вопросы истории, культуры и экономики Китая. Международная научно-практическая конференция завершится 7 октября. Анна Глузнова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...